Физкультура на улице в любую погоду. Уроки в сельсовете. В одном из сел Черновицкой области дети уже много лет учатся в аварийной школе, а обедают буквально друг у друга на голове. Об ужасах современного образования подробнее Ольга Поломарёк. Эту школьную библиотеку Наталья называет виртуальной не зря. Кроме учебников здесь ничего, даже света. Чтобы включить лампочку, надо приделать целую процедуру со шваброй. Но это еще не все. Работать библиотекарю приходится на коленях. Тисовицкая общеобразовательная школа – это четыре корпуса, где учатся более 300 детей. Ремонт нужен везде. Мастерская, где проходили уроки труда, аварийная. Через щели видно улицу. Столовая маленькая. Спортзала и актового зала нет. Классы тесные. Учительница рассказывает, вместо необходимых двух с половиной квадратных метров на ученика в этом классе чуть более полуметра для одного ребенка. В туалет ходят на улицу, физкультура тоже на свежем воздухе. Даже зимой. Физкультура четыре раза в тиждень. Даже умовы сына. И умов, чтобы передягнуться, даже нет. Потому что, как у меня в классе передягаются, ну, понимаете, шестой класс, девчатка смеются, хлопчики, хлопчики с девчаток. В таких условиях здесь учатся 30 лет. И до сих пор школа не развалилась только благодаря родителям. Они сами заделывают трещины в стенах, восстанавливают кровлю. 8 лет назад чиновники обещали построить новое здание. Но дальше проекта дело не пошло. После того, вы знаете, что события изменились. У нас начался Майдан. Поменялась влада. И все пропало. Теперь смотрите, чтобы восстановить эти документы, нужно выделить много денег. В следующем году в первый класс пойдет больше детей, уверяет директор. Вот только где их расселить, даже не представляет. В облуправлении капстроительства место все же советуют найти. Строить школу в Тисовце в ближайшее время не собираются. В этом году 95 миллионов выделили на финансирование всех объектов, которые есть по области, 24 объекта. То вы можете представить, когда школа одна будет, коштует 70 миллионов, какие у нее есть шансы. Единственный выход в школу расширить, достроить кабинеты, сделать внутренние санузлы. Но опять же, за деньги села или родителей. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. Ольга Поломаряк, Игорь Рига. Фондю любит тебя. Ольга.